БМПД, фанера над Парижем Фебюри, 26, 2015-53 Как сообщает 25 февраля 2015 года веб-ресурс www.newsry.com Над центром французской столицы вторую ночь летают дроны. Об этом сообщает полиция. Ранее правоохранитель обеспокоил инцидент в ночь на 24 февраля, когда пять или шесть беспилотников описывали круги над Эйфелевой башней и другими достопримечательностями. И в этот раз, в ночь на 25 февраля, два-три дрона пролетали в том же районе, над самым центром города. Полиция встревожена такой внезапной активностью в небе Парижа, пометуя о недавнем нападении на редакцию Чарли Хептэ Захвате заложников в пригороде Дамартинанга или супермаркете на востоке столицы, а также об угрозах боевиков исламского государства устроить новые теракты в Европе. Дроны пролетели над площадью Согласия и над комплексом зданий Государственного дома инвалидов, являющимся памятником архитектуры, в котором, помимо собственно пенсионеров и инвалидов французских войн, располагаются несколько музеев и некрополь военных, пишет газета Беспилотники пять раз были замечены в небе между Домом инвалидов и Национальной ассамблеей, и они отличаются по размеру от тех, что летали предыдущей ночью, сообщает Также их видели над Сеной, над Эйфелевой башней и в районе станции метро Порт-де-Клиньян-Кур и Порт-де-Сен-Клу. Полиция и очевидцы засняли беспилотники на видео и отправили в отдел полицейской авиации, где материалы съемки изучит группа из десяти человек, которая была ранее собрана для расследования предыдущего инцидента с дронами, передает радио Европ Один В октябре и ноябре 2014 года беспилотники уже привлекали внимание французской полиции своими полетами над атомными станциями. Как сообщал телеканал В ноябре прошлого года рядом с АЭС были задержаны три человека, у которых обнаружили дроны. В январе 2015 года неопознанный беспилотник пролетал над Елисейским дворцом. Дроны свободно можно купить во Франции, однако закон не позволяет им летать над столицей. Также их использование запрещено, например, в районах ядерных объектов, воздушная зона над которыми закрыта в радиусе 2,5 километра и на 1 километр в высоту. Французские органы правопорядка обеспокоены данными полетами. Изучение местности с воздуха в условиях недавно совершенного теракта в офисе редакции Чали Хепте и захвата заложников в самом Париже и пригороде Да-Мартинан-Гаэль настораживает. К тому же страна входит в международную коалицию против исламского государства и в рамках этих соглашений наносила авиаудары по базам боевиков. Поэтому угрозы террористов осуществить новые атаки в Европе с высокой вероятностью могут относиться и к Франции. Бла, Курьезы, авиация, инциденты, Франция. Leave a comment, read comments. 118